Расширенное заседание руководителей и директоров предприятий и организаций Солигорского района началось с момента представления присутствующим Президиума Совета руководителей района. Возглавил Совет руководителей генеральный директор открытого акционерного общества «Беларуськали» Иван Головатый. И первое в этом году расширенное заседание Совет директоров начал с обсуждения вопроса о продолжении строительства Христо-Рождественского собора. Инициатором встречи в большом формате выступил глава района Александр Римашевский. По утверждению которого информированность о ходе строительных работ народной стройки необходима, дабы избежать слухов и кривотолков, и представить масштабность работ и реальные планы строительства. Благочинный церквей Солигорского округа настоятель Христо-Рождественского собора отец Николай проинформировал Совет директоров района о ходе строительных дел по возведению собора, обратив внимание присутствующих на всевозрастающий интерес молодежи к духовности, работе молодежного братства, активности юных солигорчан в посещении воскресной школы, стесненность имеющихся площадей в малом храме, которому в этом году 15 лет. Относительно же строительных работ, за период времени с 2012 по 2014 годы освоено на строительном комплексе чуть более 16,5 миллиардов рублей. В 2014 году более 17,5 миллиардов, из которых 5 – спонсорская помощь Открытого акционерного общества «Беларусь-Калий». В ходе проведения ежемесячных субботников было собрано 2 миллиарда 545 миллионов 712 тысяч рублей. В месяц от трудовых коллективов на счет поступает 212 миллионов 142 тысячи. Более половины этой суммы – это отчисление солигорских наших коллегчиков. Подытожил разговор председатель Совета руководителей Солигорского района, генеральный директор Открытого акционерного общества «Беларусь-Калий» Иван Головатый. Общая стоимость строительства в текущих ценах на 01.01.2015 составляет практически 200 миллиардов рублей. В том числе первый выпусковой комплекс – 136,7 миллиардов рублей. Выполнено с начала строительства 24,4 миллиарда рублей. До окончания строительства всего комплекса 175 миллиардов необходимо, первого пускового – 112 миллиардов. Поэтому, конечно, такими же темпами, по 2 миллиарда и так далее, только и к 60-летию, но, наверное, и к 70-летию вряд ли можно успеть. На две очереди разбито строительство храма. Первый пусковой комплекс сейчас необходимо завершать, вложив в стройку еще 112 миллиардов рублей. Об этом говорил генеральный подрядчик, директор управления капитального строительства Юрий Чехров. С левой стороны крыло, которое сегодня уже у нас как бы достраивается. Колокольник. Значит, это трапезная плюс брама колокольня. Плюс в первый пусковой комплекс входит ограждение по всему периметру и гостевые стоянки. Плюс благоустройство. Это первый пусковой комплекс. Второй пусковой комплекс, скажем так, на уровне 40 миллиардов, это правое крыло для вас. Туда входит конференц-зал, воскресная школа, тоже инженерные сети и благоустройство. И стоянка тоже дополнительно гостевая на 33 парковочных места. Заслушав информацию, совет руководителей принял решение относительно завершения строительства храмового комплекса к июлю 2018 года. Года 60-летия города Солигорска. Предложив трудящимся Солигорского района внести свой вклад в общее дело. Хотелось бы, что с вашего согласия 0,5% мы на эту сумму и будем ориентироваться. И я бы попросил настрой треструй, да? Да. Сергей Александрович, чтобы разработали драмы с учетом срока окончания строительства, чтобы мы могли ориентироваться. Если все мы так сделаем, 0,5%, то у нас получится сколько в месяц? 2 миллиарда 193. 2 миллиарда 193. Умножить на 12 – это 24 миллиарда 25. Умножить на 3 года – это уже существенно. Плюс спонсорская помощь. И тогда реально, тогда реально сделать. Когда смотришь на то, что уже сделано, и когда видишь, что оно рушится, то очень больно и печально на это смотреть. Я считаю, что нужно принять все необходимые меры, в том числе и жителям города Солигорска, для того, чтобы это завершить. Это дело благородное, неправильно отмечено, что все-таки это является архитектурным достоянием города и будет являться этим. Останется это все для жителей города, для нашего будущего поколения, для наших детей, для внуков. Конечно, они будут благодарны за это нам. Ну, определенно 0,5%. Конечно, если так посчитать, подумать, то суммы, конечно, недостаточная. И это первое. Второе, это, конечно, дело каждого человека. Привязываться к 0,5% мы не будем, а дадим, конечно, возможности людям, может быть, и больше выносить добровольно. Поэтому я считаю, это нужное дело, благородное и обязательное. Конечно, тоже поддерживаю, потому что все-таки проблемы нравственности, они существуют, и, к сожалению, вот эта какая-то деградация общества, она идет. И, наверное, да, мы в конечном итоге должны прийти в храм, и он должен быть в городе. И наши дети, и наши внуки эту красоту должны увидеть. На расширенном заседании руководителей и директоров Солигорского района выступил и епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. В нашем кафедральном городе Солигорске ведется грандиозное строительство собора. И это строительство можно назвать одной из главных строек в масштабе не только Беларуси, но и всей Русской Православной Церкви. И для меня очень трогательно, что этот соборный храм было принято решение людьми осветить в честь Рождества Христова. Должен сказать, что только особые храмы в особых кафедральных городах, имеющих большое историческое значение для государства, освещались именно в честь этого праздника. Напомню всем вам о том, что кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве, главный собор Русской Церкви, освящен как раз-таки в честь Рождества Христова. Поэтому он и именуется храмом Христа Спасителя. И вот у нас, в столице нашей епархии, в столице нашего южного региона, в Солигорске строится тоже храм Христа Спасителя, который мы планируем осветить в честь Рождества Христова. Епископ Слуцкий Солигорский Антоний поблагодарил руководителей за неравнодушие в благоустроительном деле создания соборного комплекса во имя Христа Спасителя. Христа Рождественскому собору в Солигорске быть. Три с половиной года отведено на строительство. Время выбрало трудящийся солигорский народ на возведение красивого культового объекта архитектурного зодчества, так как Церковь всегда была хранительницей исторической памяти народа.